Армейский план выполнен Последняя партия новобранцев сегодня отправилась из Ангарска Впустили автобус, утром был, один раз в 7 утра И все, сейчас ждем, нет автобуса Позвонила, сказали, что не будет Маршрут есть, а автобусов нет Пассажиры единицы пока не могут оценить преимущества транспортных изменений Многим, наверное, женщинам, которые, возможно, сталкивались Или могут, в принципе, никто от этого не застрахован Столкнуться с подобными проблемами Вот, чтобы они не жалели себя И на сцене, как в жизни, спектакль о сложностях семейных отношений Привезли в Ангарск столичные звезды Программа «Местное время» начинает работу в эфире в студии Елена Жерлова Здравствуйте Последняя отправка в армию в рамках осенней кампании состоялась сегодня Она же стала и самой массовой У ангарского призывного пункта собрались более 50 будущих солдат, их родные и друзья Юноши успешно прошли медицинскую комиссию и готовы к службе Я провожаю сына, желаю ему удачно отслужить, чтобы не боялся тягот Сама отслужила, знаю, что это такое И всем, кто сегодня уходит, тоже пожелать, чтобы не боялись ничего, все будет хорошо Армия для этого человека – это, во-первых, изменение себя в чем-то Понимание, что такое слово «мать» – это в первую очередь И быть мужчиной, наверное, станут лучше, чем были Всего в осеннюю кампанию в ряды вооруженных сил отправились более 270 ангарчан Многокилометровую пробку сегодня устроили на улице Горького участники ДТП Авария произошла утром напротив памятника в 95-м квартале Водитель специализированной грузовой машины «КамАЗ» нарушил скоростной режим и врезался в впереди стоящую иномарку Которая пропускала на повороте во двор другой автомобиль От удара мусоровоза легковушка въехала в универсал Данное ДТП могли оформить сами водители, при этом там вина водителя была очевидна Поэтому надо было просто-напросто зафиксировать, так скажем, на бумаге обе автомашины и освободить проезжую часть На текущий момент создавать заторы категорически запрещается Пробка крайне затруднила движение и на Бестоволусской проезжей части Организация затора может обернуться для участников ДТП штрафами по 1000 рублей А вот травм, к счастью, людям удалось избежать 7 декабря по новой схеме начали ходить автобусы маршрута номер один По просьбам жителей, конечную перенесли дальше, до микрорайона «Строитель» Однако в первый же день водители отказались ездить в бывший поселок Почему? Выясняла Евгения Ширникова На часах 13.35 именно в это время по новому расписанию на остановку в микрорайоне «Строитель» должен прибыть автобус номер один Как видим, пассажиры есть, а вот автобуса нет и, наверное, сегодня не будет В расписании, которое транспортный отдел составил совместно с жителями, 4 рейса, которые заходят в «Строители» В 7 часов 8.40, 13.35 и в 19.05 Впустили автобус, утром был, один раз в 7 утра И все, сейчас ждем, нет автобуса Позвонила, сказали, что не будет Потому что дорогу не отсыпали Я говорю, отсыпали дорогу Ну, там на горе же отсыпано Они говорят, нам такую информацию никто не давал В Союзе автотранспортников Ангарска ситуацию прокомментировали так Внутренний рейс предприятием был выполнен Но потом автобусы просто не могли бы осуществлять безопасное движение Из-за того, что участок дороги, идущий на подъем, был не подсыпан Автобусы большие И если вдруг автобус на подъеме занесет или потащит назад То дело может закончиться прежде всего для пассажиров неприятностями Немедленно обратился в транспортный отдел Соответственно, подрядная организация, которая занимается подсыпкой дорог Выполнила подсыпку После чего рейсы были возобновлены Вот и приходится жителям вроде бы городского микрорайона Добираться до ближайшей остановки на попутках, электричке или вообще пешком А если и повезет попасть на единицу То доехать удастся только до парка «Строитель» А дальше вновь с пересадками Это один из самых убыточных маршрутов За счет его оптимизации с перевозчиком удалось найти компромиссное решение С 7 декабря автобусы по маршруту номер один будут следовать по улицам Ярослава Гашека, Баумана, Лесной, Радищева, Степана Разина, Димитрова, Партизанской, Иркутской, Олега Кашевого, Карла Маркса, Чайковского, Ворошилова, Горького То есть конечным остановочным пунктом маршрута будет парк «Строителей» Однако в Ангарске есть пример, когда убыточный маршрут становится прибыльным Двойка, следующая из микрорайона Китоид до Феи, собирает по городу больше пассажиров А путь следования единицы с каждым годом становится все короче и короче Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Местное время Игры с риском для жизни Опасный аттракцион для своих детей организовали жители квартала 92-93 Возле 19-го дома ангарчане залили горку, съезд которой выходит прямо на улицу Ольги Потаповой Буквально в сантиметрах от ледовой поверхности Оживленная автомобильная трасса Со стороны на это смотреть ужасно, когда одновременно скатывается ребенок и тут же едет автомобиль То есть меня это на самом деле обеспокоило, я не могу спокойно смотреть на данную ситуацию Нет у нас во дворе ни горки, ничего, ребенку нечем заняться Вот увидели эту горку, вот она каждый день сюда меня и вводит Хотя это очень горка опасная для детей, очень опасная Не для катания, а для убийства, так можно сказать, грубо По словам местных жителей, они не раз обращались в управляющую компанию Жилком С просьбой установить деревянные горки в окрестных дворах Однако коммунальщики эти просьбы проигнорировали Вот и пришлось родителям самим брать в руки организацию досуга детей И надеяться, что трагедии не произойдет Поторопиться и прилично сэкономить могут владельцы дачных строений Которые не успели оформить право собственности на свои приусадебные участки С нового года вступает в силу федеральный закон Который усложняет процедуру постановки недвижимости на кадастровый учет И делает ее более затратной Подробности у Натальи Зарубиной Упрощенная процедура регистрации прав на отдельные виды недвижимого имущества Или так называемая дачная амнистия Действует уже на протяжении 10 лет Однако наплыв из желающих подать документы В регистрирующих органах наблюдается только последний месяц Связано это с тем, что с 1 января 2017 года В силу вступит новый федеральный закон Который усложнит процедуру постановки на кадастровый учет садовых и дачных домиков Для осуществления кадастрового учета И государственной регистрации прав Необходимо будет составлять технические планы на данные объекты Технические планы будут составляться Гражданам необходимо будет обращаться в органы технической инвентаризации Либо профильным специалистам, кадастровым инженерам Именно кадастровые инженеры будут выезжать на место Производить обмеры строений Фиксировать координаты расположения строений на земельных участках В связи с усложнением процедуры Увеличатся сроки рассмотрения документов и расходы на регистрацию Если сейчас владельцы домиков оплачивают только государственную пошлину То в следующем году придется потратиться на услуги кадастровых инженеров А это в зависимости от сложности выполняемой работы от 5 до 8 тысяч рублей Собственник, не зарегистрировавший права на свое имущество Не сможет совершать сделки купли-продажи, дарения и другие операции Поэтому тем, кто хочет сэкономить на регистрации, стоит поторопиться Необходимо будет представить минимальное количество документов Это паспорт, заявление о регистрации Квитанцию об уплате госпошлины в размере 350 рублей И также декларацию, составленную в двух экземплярах На объект недвижимого имущества Декларацию составляет правообладатель земельного участка Форма декларации размещена на официальном сайте Росреестра Все необходимые документы можно подать в кадастровую палату Или в отделы приема заявителей многофункционального центра Срок оформления права собственности сейчас составляет от 5 до 10 дней Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время Ангарский ансамбль бального танца «Сюрприз» При ДК нефтехимиков активно готовится к областному фестивалю «Байкальская орхидея» Конкурс состоится 11 декабря и пройдет в нашем городе уже в шестой раз Участие в нем примут танцевальные коллективы региона с лучшими номерами Очень много детей, около 80 человек Естественно, есть дети и помладше, и постарше Самые старшие уже работают И вы всех представителей нашего коллектива увидите на фестивале в различных номерах Я уже хожу, начинаю третий год Я решила заниматься в этом коллективе Потому что мне очень нравится заниматься танцем Ну, уже много, 9 кубков уже Много медалей Несколько соревнований было, очень много Не могу даже определить, сколько Юные танцовщики из сюрприза только в прошлом месяце приняли участие в трех танцевальных конкурсах в Красноярске, Новосибирске и Иркутске, откуда привезли десятки наград В грядущем испытании ангарчане также надеются взять пальму первенства Любовь по понедельникам в Ангарске случилась в среду Одноименный спектакль на сцене Дворца культуры «Нефтехимик» презентовали известные столичные актеры Вячеслав Разбегаев, Андрей Чернышев, Наталья Бочкарева и Мария Добрыжинская Комедия о любовном треугольнике была поставлена в июле этого года и с успехом собирает полные залы по всей стране и ближнему зарубежью Елена Мирвид побывала на спектакле и вот ее репортаж Влиятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою пассию в гостевой квартире Но однажды волею судьбы в их любовном гнездышке оказывается и супруга неверного мужа, и незадачливый владелец небольшого завода Сюжет, казалось бы, прост и банален, но насыщен забавными моментами и неожиданными поворотами Я искала своего мужа, вот она, значит, да, какая гостевая квартира Вы обычно здесь останавливаетесь? Ну, когда приезжаете в нее? Знаете, когда я приезжаю в Нью-Йорк, бываете, приезжаю в Нью-Йорк, я обычно... Я думала, вы... Не-не-не, мы не... О, мы вместе, конечно! Все вместе! Наталья Бочкарева играет обманутую жену Ее героиня вполне может стать примером для женщин, которые оказались втянутыми в любовный треугольник Она не теряет позитивного настроя и оптимистичного взгляда на жизнь Каждое появление Бочкаревой на сцене вызывает у зрителей гомерический хохот Ох, какие цветы! Какие невероятные цветы! Боже! Они же искусственные! Актриса говорит, что для многих мужчин обычная семейная жизнь со временем кажется скучной И увлечение на стороне добавляет острых ощущений Вполне житейская ситуация Но каждой супруге по силам дает понять своей половине, что именно она – самое лучшее и дорогое в жизни мужчины Многим, наверное, женщинам, которые, возможно, там, сталкивались или, да, могут, в принципе, никто от этого не застрахован, столкнуться с подобными проблемами Вот, чтобы они не жалели себя, не думали, что, там, они в чем-то ущемленные А, наверное, просто попробовали понять мужчину и сделать все, чтобы их семейная жизнь по-новому, какими-то новыми красками заиграла Поучительно, эта история для тех, кто пытается увезти мужчину из семьи Героиня Марии Добрыжинской довольствуется лишь крохами с чужого стола Собственный день рождения она проводит в гордом одиночестве Целый день наедине с любимым для нее поистине праздник Мои домашние знают, что я все еще в командировке, в компании, в курсе, что я работаю в красивой санте Так что, малыш, у меня абсолютно свободный день И никаких дел! И я дарю этот день тебе Подожди, я ничего не понимаю весь день Но мы же с тобой никогда не проводили столько времени вместе, только несколько часов по понедельник Я знал, что ты будешь довольны Со спектаклем «Любовь по понедельникам» актеры гастролируют с июля Комедию принимают на ура во всех городах В Иркутской области они задержатся подольше Одним только предстоит поездка на Байкал, другие там уже побывали Я на Байкале был когда-то в детстве, проезжал мимо, потому что я вообще вырос на севере Чеченской области, не так далеко отсюда А в сознательном возрасте это вот первый раз я сегодня Из Иркутска нас свозили, там побывали, конечно, холодно, туман, ветер, снег, мало чего разглядели, но северная красота В финале каждого героя ждет хэппи-энд Одни встретят настоящую любовь, другим удастся сохранить свою семью История поучительна, каждый, в том числе и зрители, извлекли мораль и свои уроки Елена Мельвид, Дмитрий Новопашин, Местное время 10 декабря на открытой арене «Ермак» пройдет большой спортивный праздник «Люблю папу, маму и хоккей» Он приурочен к 70-летию этого вида спорта в России Команды из всех желающих будут сформированы на месте Регистрация участников в субботу с 11 утра Старт фестиваля в полдень Все виды соревнований проводятся бесплатно при поддержке ряда спонсоров и администрации округа Таким был этот день, далее расскажем о погоде и карте звездного неба Всего вам доброго и удачи в делах!